Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня продолжаем прохождение Рум-2 Тотлор. В этой серии нам необходимо защитить наши испанские провинции от посягательств Египта, которые, как видите, атакуют Тингис, город Сиракузов, и как только он его возьмёт, напрямую сможет попасть на наши земли, на наши территории. Армия в Гадире потрёпана после мора и голода, но через пару ходов она восстановится. Ещё одна сюда идёт на помощь, но тоже ей потребуется время, чтобы добраться. Ну и несколько армий у нас около Италии продвигаются в сторону Карфагена. Проблема вся в том, что, насколько я помню, в предыдущей серии Легион Геркулеса отравил вражеский агент, соответственно, где-то здесь эта тварь ходит по лесам и будет травить себе наши армии. Поэтому, что мы делаем? Нам необходимо, во-первых, выйти, можно быстрее, к морю. К морю и оторваться от вражеских агентов. Во-вторых, нам нужно нанять в ближайшем городе наших агентов и попытаться их как-то нейтрализовать. Потому что к Египту может подойти уже очень ослабленная армия. Так. Нанимаем всех, кого можем. Присоединяем потом к армии. Убийство, поединок. Плюс 4% шанс. Воинское рвение плюс 2. Приключение, доход. Демонстрация силы. Это меня не интересует. Военная подготовка. Но воителей придется нанять и побольше. Наверное, два саглядата и два воителя. Попытаемся разобраться, потому что они неопытные. А им потребуется несколько попыток, чтобы нейтрализовать вражеского агента. И только следующим ходом мы сможем куда-то там пройти. Довольно печально. Честно говоря, я не думал, что здесь агенты Египта имеются на территории де-факто сиракузов. Но вот из Лилибей скорее всего не протковали. Кстати говоря, давайте-ка мы возьмем Лилибей для начала. Иначе они могут отсюда ударить уже по Риму. Сиракузы совсем, честно говоря, сдулись. Вообще ничего не делают. Подставляя фактически и нас под удар. Значит так, двигаемся дальше. Двигаемся в сторону Лилибея. Сколько нам потребуется ходов? Мы можем взять его за один ход. Как раз за один этот заход. Какой там гарнизон в городе? Гарнизон довольно слабый. Толпа, к тому же, они ослаблены. После определенных событий захвата. А вот эти вот армии, к сожалению, не доберутся. Так, эти уже достигли своего лимита. Давайте попытаемся все-таки взять этим ходом город. Потому что... Дальше начнется эта отравиловка. Потравиловка. Сюда потом подведем агентов. Ликвидируем вражеского. И поплывем к... К Арфагену. В принципе, мы добираемся. Да, и будет бой. Есть у них здесь слоны африканские. Есть пикинеры в тораксах. Доспехи уровня 2. В принципе, неплохие войска. Печки на верблюдах. Есть несколько хороших отрядов. Как раз именно для обороны. Но у нас две армии. Одна из них очень-очень опытная. Ну, гарнизоны очень слабые. Они не восстановились до конца. Прежде чем штурмовать, давайте-ка сделаем еще несколько манипуляций. И пойдем в реальном времени на штурм. Так, здесь строим казармы легионеров. Ну, про еду я не забываю. Но у нас огромное количество там зданий, которые производят пищу, строится. Поэтому я сейчас не беспокоюсь по поводу того, что нам ее не хватит. Так, общественный порядок, заход. Великая минерва. Но все-таки нужно следить за продовольствием. Дабы больше таких проблем не возникло. Как в предыдущей серии в конце. Сейчас я еще раз все проверю, дабы не попасть в просаг дважды. Да, вот здесь аграрные здания строятся. Здесь также они развиваются. Форум Пискариум. Правда, не стоит забывать об одной очень интересной подробности. Эти здания ухудшают значительно общественный порядок. Поэтому, если вы их строите, не забывайте о том, что нужны здания, которые обеспечивают развлечения для населения. В принципе, вроде бы все, что я хотел посмотреть. Давайте пойдем на штурм. Лилибея. Бой будет в реальном времени. Основная проблема, это, конечно, слоны и пикиниры. Ну и плюс лучники. У них не так много стрелковых отрядов. Меня тут стращали в комментариях, что значит Египет использует практически под них стрелков. А моя тяжелая пехота не сможет за ними угнаться. Но, как видите, не так уж и много у него стрелков. Гораздо меньше, чем у других наций, с которыми мы сталкивались. Всего три отряда стрелковых. Остальные все рукопашники, и рукопашники довольно опасные. Особенно три отряда пикиниров в городе, где-то в узких проулках, могут задейвиться очень плотно. Плюс слоны. У нас есть отряд триариев, но этого мало, чтобы уничтожить их. Сейчас соединим две армии и пойдем, в принципе, в наступление. Ждать не будем. Начинаем. В принципе, погода меня устраивает. Вполне. Так, крепление выйдет сзади. Хорошо. Значит, эту армию можно сразу практически отсюда полностью уводить. Сюда, допустим, окружим город со всех сторон. И проатакуем. Ее можно вообще поставить вот на другой фланг, а вторую армию подвезти именно сюда. Я думаю, что мы, конечно, его возьмем. Вопрос в том, какие будут потери. Ну и хочется посмотреть, на что же способен Египет в бою. Все-таки у него полностяковая армия, довольно хороших войск, поэтому провожу бой в реальном времени, несмотря на высокие шансы на второсчете. Начинаем. Сейчас вторая армия наша войдет, и мы проатакуем. Имеются у нас, значит, две лодки с копиметателями. Сейчас они высадятся, и я их конницей. Ата-та и Оло-ло. Остальные пускай стоят в городе, ждут. Они перемещаются на один из флангов, но они идут, скорее всего, на центральную площадь. Хотя, может быть, они даже и предпримут вылазку. Не знаю, посмотрим. Это будет не самая удачная идея с их стороны. Пока просто подводим войска. Поглядим. Так, эти ребята уже высадились, по всей видимости, да? И убегают, пытаются убежать. И мне кажется, что у них это получится сделать. Хотя, подождите-ка, вот здесь у нас бежит толпа и пращики. Они вообще пока что без защиты, поэтому конницей мы можем их подприжать. Одна лодка поплыла, плывать с другой стороны от маяка. Эти ребята пока не атакуют. То, что вы пращиков-то оставили без защиты, это хорошо. Меня радует. Пытается оторваться от меня, но... От конниц не убежишь. Ну и минус их, можно сказать, артиллерия. Правда, на скотнице бежит, так поступаем. Это была ловушка. Пятна с отряды. Отправляя их отрываться, они вместо этого стоят и занимаются какими-то двигателями. Тем не менее, пращиков мы у них потрепали. Часть отрядов они лишились. Хорошо. Боню за отдельно поставлю. В основном будем исковать пехотой, моей любимой. Римские когорты все ближе и ближе подтягиваются. К городу, смыкая кольцо перед египетскими войсками. Главное, чтобы они сильно не выдохлись, но эти войска пока свежие. Вот эти ребята, наверное, устали, измотанные. Но они пока в бою не пойдут, это будет резерв. Я думаю, что он понадобится, но пока отдохнут. Они все стягиваются к главной площади. В принципе, вот здесь неплохое, кстати, место для того, чтобы разобраться с их пикинерами. Довольно открытое, и мы можем их здесь зажать. Так, активные. Ну, немного устали на всех этих перемещениях. Тут копейщики и на верблюдах. В основном конница. Фигня. У них остались все пикинеры в городе. Вперед. Двумя рядами пойдем. Вперед, 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 вперед. Вторая линия пошла. Посмотрим, конечно, растянут силы. Пока они заградили полностью площадь, но один фланг у них здесь борется. Не будем начинать атаку сразу с двух сторон, потому что контролировать войска будет очень сложно. Продаем сначала здесь, потом обойдем с другой. Продаем. 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 Открываем верблюду с другой стороны. Они не дураки, сразу среагировали, моментально, как только увидишь, что их обходит. У них еще и легкий конец, но против нашей все это ничто. Принципе! Так, у нас тут проблемы. Пикинеры входят в центр. Пикинеры, надо их вымыть на открытое место и проотковать с двух сторон. Вот именно их я и боялся. Они не выходят. Так, конец ее отвел. Сейчас мы пикинеров зажмем в двух сторон. Вводим им в тыл войска тоже сюда, на площадь. Пикинеры сейчас окажутся как раз к нам спиной и будет удар нанесен им в спину, если я не успеет развернуться. Нет, они отбегают. Но действует очень грамотно, очень все правильно и быстро, самое главное. Вот, вот так... Отбегаю. Окей. Отдает. Отдаться. Отдаться. Возвращаемся к нашим военским противополам, и manual вас! Вашуarts! Возвращаемся к нашему арщителю. Возвращаемся к нашему арщителю! Ну что, атакуйте их с двух сторон, давайте, сразу наваливайтесь, эти байки генерам хорошо наваливаются, эээ, пьюмами. Прожимаем их, прожимаем. Продолжение следует. Так, отряд пикинеров ликвидировали. Мечники в Тороксах у них тоже дрогнули, и мы прорываем с другой стороны на площадь. Всё-всё-всё-всё-всё-всё, приём-приём-приём-приём-приём-приём-приём! Принципы! Восстанавливаем! Восстанавливаем! Трибьюна! Восстанавливаем, Романс, к человеку! Затреваем! Восстанавливаем! Эвакаты! Аборвард! Восстанавливаем! Романс, готовы за службу. Восстанавливаем! Романс, готовы за службу! Париториан-гард! Эвакаты! Восстанавливаем! Снесли ещё один отряд пикинеров, скружили со всех сторон и окружаем их с тыла теперь. Снесли еще один отряд пикинеров, скружили со всех сторон и окружили со всех сторон. Пикинеров сломали и окружили их со всех сторон, всё. Готовы. Вот он вам и Великий Египет, сломались. Правда нас было больше, но тем не менее, пикинеры меня не могли отдыхаться лучше. Ну и происходит резне. Как и в любой войне победители не знают жалости к убеждённым. Римляне ворвались на площадь и устроили там кровавую баню. Довольно было непросто, надо сказать, всё равно, потому что закрыли они все проходы и луки стреляли и вынудили меня сделать те шаги, которые, скажем, не планировал изначально сделать. Но смогли мы окружить их со всех сторон. Вон обошли площадь и не дали её зажать от одного направления. 4,5 тысячи римлян против 2 тысячи египтян, которые в обороне были сильнее нас. Ну что ж, давайте выходим. Решительная победа. Посмотрим, какие были потери. 827. Ну, в принципе, нормально. В основном пикинеры у них один отряд и отдефил хорошо. 289 подразделений. Все остальные были практически ни о чём. Ну и слонов тоже очень быстро локализовали. Они впали в безумие, в панику и разбежались. А у них погибло 1759. Забрали мы город, который раньше принадлежал Сиракузам. Но, учитывая их пассивность, я думаю, что он им не понадобится. А вот нам, как форпост, аванпост, для будущих атак пригодится на Африку. С почином, так сказать, нас первая схватка с Египтом прошла удачно. Ну, на авторасчёте, я не знаю. Потери, я думаю, были бы сопоставимы. Зато было интересно попробовать испытать свои силы против их войск в реальном бою. Прохожу я игру, кстати, на максимальном уровне сложности. Меня спрашивают в комментариях, на каком я играю. По-моему, в описании к видео указано, на какой я сложности играю. То есть не на легендарной, а на очень тяжёлой. Но, по сути, это максимальная сложность. Легендарная отличается от неё только тем, что ставит вам, скажем так, препоны непосредственно неудобные с точки зрения летсплея. Нельзя перемещать камеру по полю боя. То есть вы не сможете даже посмотреть вражеские войска, разглядеть их во всех подробностях. И кроме автосохранения нельзя сохраняться. Во время кампании. То есть если автосейф будет за порт, мы просто не сможем продолжить. Вот и всё. То есть для летсплея этот вариант вообще не годится. Купируем. А так, в целом, искусственный интеллект играет абсолютно одинаково. Что на легендарке, что на очень тяжёлом. Разработчики сами об этом писали. То есть это не мои какие-то там домыслы и фантазии. Лилибей. Остался у нас один город Сиракузы. Чтобы объединить полностью под свою власть все провинции в этом регионе. Мы, в принципе, можем и на них напасть. Учитывая, что у Сиракузов осталось только одно имя. Но дело в том, что у них есть несколько провинций в Испании. Если мы сейчас на них нападём, они начнут штамповать войска здесь и нападут на нас просто изнутри. Поэтому очень не хотелось бы ещё с ними и здесь разбираться. Нас не хватит армии, чтобы растянуть по всей территории и все эти города захватить. Пока не до них. Ладно, пускай сидят. А вообще, конечно, от Сиракузов я избавлюсь. Придёт время. Толку от них никакого. Толку, как от козла молока. Молотифуги здесь построим. Так... Ну и нам на больше ням-ням не хватает ресурсов. Подтягиваемся сюда. Сейчас, скорее всего, этот травитель опять объявится, который пока что не видим. И имеет вражеский агент. Ну и найдём его, уничтожим собственными агентами. Здесь можно тоже, кстати, донанять ещё одного. Давайте-ка наймём. Вообще, их проще всего, конечно, посадить себе в армию и... Тогда вражеский агент при попытке диверсии может... Погибнуть. Может быть, даже сделаем и так. Ну вот, из Лилибея начнём атаку на Карфаген. Как только избавимся от вражеских агентов, наладим здесь, скажем так, экономику. Ещё пару ходов посидим, пополним. Войска потрёпанные от отравления, от боя. Ну и пойдём вперёд. Со стороны Испании вряд ли они смогут продвинуться. Я очень не уверен, что они сумеют взять Гадиру. Будем всячески препятствовать этому. Ну и после строительства, кстати, вот этих вот зданий, которые отвечали за пищу, нужно очень внимательно следить за общественным порядком. Потому что каждый из этих зданий значительно его портит. Особенно в Центральной Европе, в Британии. Нужно сейчас будет посмотреть, насколько он ухудшился. Иначе там массово могут начаться восстания. То есть мы решим проблем с едой, но... Зато получим проблем с общественным порядком. Здесь вот нужен очень такой чёткий баланс между этими зданиями, которые отвечают за развлекательные мероприятия населения и за еду. За пищу. Пока от Солохи я армию не буду передвигать. Она останется, чтобы прикрывать наши восточные границы от... Роксоланов. Так, у нас тут опять травление пищи. Снова потравили наши войска. Опа, а тут даже два египетских агента. Прелестно. Это просто замечательно. Три хода будут наши войска восстанавливаться. Давайте-ка не будем пытаться их уничтожить. Довольно опытные. Четыре звезды. Я думаю, что посадил сюда агента в армию. Он попрепятствует их диверсиям прямым. Пискариум строим, перестраиваем в гражданскую колонию. Храм Минерва или Нептуна. Давайте Нептуна поставим в прибрежный город. Ну что ж, и пытаемся как-то от них избавиться. Умеют ли агенты до них достать? Вроде бы не достают. Значит, пока что военная подготовка. Не добеждаются. Как минимум один ход у них еще есть шанс отравить армию. Давайте-ка мы сюда переместимся. Так, по крайней мере, у них шанс меньше будет это сделать. У вражин. Больше я деньги ни на что тратить не буду. Так, в Гадире, в Гадире что у нас здесь происходит? Кстати, здесь можно поставить казармы. Так, минус четыре пищи, но зато они дадут дополнительно гарнизон аж четыре, как горты легионеров, как горты авокатов. Хорошо. Так, а что вы, ребята, не идете на помощь-то, эй? Три хода они еще сюда будут идти. Тингис пока еще держится, но гарнизона нет, и следующим ходом, соответственно, Египет берет город. Так, в центре пока у нас вроде бы все нормально, хотя вот Августа Треверорум общественный порядок падает. Ну, здесь строятся здания, которые, в принципе, этот общественный порядок поднимут. Но также строятся и здания, которые его опускают. Ладно, там пока не критичная ситуация. В Британии все нормально. Так, 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 здесь развиваем гражданскую колонию, хотя пища минус опять шесть. Точнее, минус восемь даже. Ну, ладно. Для развития сподвигнется она у нас все равно нужна, потому что там строятся, опять же, несколько зданий, которые здорово бросают общественный порядок. Зато дадут нам пищу. В принципе, все, делаю ход. Основная задача это разобраться сейчас с вражескими агентами, чтобы армии смогли выдвинуться к Арфагену. То есть сидеть там долго не придется, восстанавливаемся и сразу же уходим. Сколько же армий у Египта? Со сколькими нам придется сразиться? Кстати, к Арфагену шла армия Сиракута, откуда там побывал один поклонец. Мирный договор хочет понт, насколько я помню, в предыдущей серии мы с ним вообще-то мир-то заключали, но... они объявили нам неглас на войну. И сейчас хотят опять мира. Свидеть выплаты. Дайте нам тысячу золотых и мы договоримся. Отлично. Ваша тысяча золотых пойдет на дело. Потратим на войну уже с вами в итоге. Так, 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 так. У Афин плывет к нам армия. И у Спарты к Ольве плывет тоже армия. Но с ними, по-моему, не воюем. Сейчас еще раз посмотрим, что у нас там по дипломатии. И продолжим. Что-то здесь очень крупные силы приближаются к нашим границам. У нас там есть, в принципе, две армии. Если даже Ольве проатакуют, то... Мне страшно, я сразу подведу армию и разобью их. Если решаться атаковать. Ну да, конечно, естественно, снова отравление. Отравление, потравление. Так, 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 так. Еще одного агента наймем. Еще одного Саглядата. И, в принципе, пригодятся они нам. А воителям пытаемся убить вражеского агента. Так, так, так. Манипуляция убийства. Вот она нам нужна. Фурия Лицина. К сожалению, сразу она военной подготовкой заняться не может. Куда делал второй вражеский агент, не знаю. Пытаемся устранить вот этого господина. Кстати, у нас 15 тысяч только что стал доход. Все постройки, которые я заказал, пошли, как видите, на пользу. Да, шанс убить практически его нулевой. У манипуляции чуть больше. Манипуляция не удалась. Ну, это естественно. Еще раз пытаемся. О! Задержан вражеский агент. И ветеран достиг второго ранга. То есть, следующий ход он, я так понимаю, ничего не сможет сделать абсолютно. Мы его, конечно, не убили, но... Это уже что-то. Хорошо. 40 у нас батонов становится. Но запас все-таки не очень большой, пока я остерегаюсь строить какие-то более глобальные проекты, которые пищу потребляют. Но 15 тысяч доход уже хороший. Правда, следующим ходом зимой он упадет опять из-за аграрного сектора. Тысяч на пять. Ну да ладно. С партией все нормально. Общественный порядок. Хороший, что не скажешь пока о Ларисе. И о Пелле. Никак, тенгиз они странно взять не могут, но мне все это на руку, пока они там возятся. А я здесь развиваюсь. И восстанавливаю армию. Делаем ход. Вражеский агент куда-то испарился. Надеюсь, что он с концами от нас свалил. Потому что в Лилибее практически общественный порядок, я думаю, сейчас будет восстановлен. А, у Сиракузов там не армия, это по всей видимости повстанцы. Около Карфагена заявились. Потому что откуда там взялась их армия, учитывая, что все земли подконтрольны Египту. Либо приплыла с острова. Так, в Карфаген у нас заплыли. Опа, и армия Сиракузова, посмотрите-ка, где бродит. Она бродит вообще у Иерусалима. Что она там делает? Из тира пришла? Ну, ее тут же, к сожалению, того и этого. У Сиракузы была очень еще протяженная граница. Они со многими воевали, растянули армию по всем направлениям. В итоге, скажем так, неправильно спозиционировали главного врага. Это был для них Египет, а не Спарта. Страны Ближнего Востока. И поэтому Египет так легко их смял. Там же они, скорее всего, на Ближнем Востоке потеряли все свои армии. Молодцы, Иераксалана воюет со Спартой. Вот они зачем сюда приплыли. Кольвии разбили их флот. У моей границ. Увышение ранга у ветерана. Или дата еще одного. Но это те, которые были в армиях. Сидели. Следовательно завершено. Осадные машины защитные. Блин, опять диверсии в войсках. Естественная смерть. То есть один агент стоял, а второй, который был не остановлен, вот появился снова. Но значительно меньшее последствие отравление это для нас понесло. Потому что там был агент в армии. Так, что мы теперь исследуем? Исследуем. Торсионные машины. Небоевые потери на стороне осаждающих. Минус 60%. Урон снарядами у всех осадных машин. Плюс 15%. Ну давайте. Исследуем. Это что за каракуль тут? В стиле Казимира Малевича. Читает информацию, кому интересно, я начинаю исследовать. Ну что, пытаемся вырубить агентов еще раз, пока еще рано атаковать их агентами из армии. Они еще не готовы для подобной манипуляции. 10% шанс. Задержан вражеский агент. Замечательно. И еще одного задержали и повышается ранка нашего воителя. Прелестно. Так. Мда. Довольно долго мы тут будем восстанавливаться. Некоторые отряды аж 4 хода. Потрепанные. Ну все, вражеских агентов мы окружили. В ближайшее время, думаю, их ликвидируем и все будет хорошо. Все будет просто прелестно. Непонятно, почему Египет до сих пор не взял этот город. Чудеса в решете. Таберну здесь строю. Сразу же строю базилику. И пока что все. Да, зимой доход у нас упал на 3 тысячи из-за аграрного сектора. Но следующим ходом опять до 15-16 восстановится. Еще одну армию подвожу. И в принципе Гадира от Дефлена, как говорится. Защищена. У нас тут куча агентов угле нераспределенные способности. Делаем ход. Тобак. Никто не может остановиться. У жди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сиракузу, кстати, еще есть шанс выжить, потому что они остались на закрытой территории, которую мы полностью контролируем со стороны Испании Они могут там собрать еще армию, если у них будет желание это сделать Ну ладно, брак я разрешу, деньги есть Боевой дух всех отрядов плюс 10%, боевой дух всех отрядов плюс 5%, общественный порядок плюс 1%, ну вот этот товарищ мне больше нравится Теперь имели ниггер, ну ниггер, гангста ниггер Что-то я здесь упустил В Касургисе, как видите, у нас назревает, к сожалению, восстание, которое уже в ближайшее время состоится Правда в городе довольно мощный гарнизон и сразу же они его не смогут проштурмовать Вот, но дело-то все в другом Нужно послать армию, чтобы все-таки разобраться с ними А где у нас есть ближайшая армия? Ну, в принципе, есть вот армия Сингидуния Не зря я оставил все-таки в Греции Войска, давайте-ка мы сюда и пойдем Через два хода доберемся как раз и ликвидируем всех этих восставших и недовольных Так-с Опять у них пропал один агент Корное убийство Конечно, бы его убить надо было Противник ранен Лично, через какое-то время он, конечно, вернется Но вернется он не сюда Я так предполагаю, все-таки в том месте, где его будут лечить Наши агенты поработали на славу И через один ход мы сможем отсюда уже уплывать Правда, вот эта вот армия еще будет восстанавливаться три хода И здесь тоже некоторые подразделения будут восстанавливаться Определенное количество времени Ну, Карфаген мы можем, в принципе, проатковать и двумя армиями Я думаю, не обязательно довести три Учитывая, что вражеской армии я там не вижу Только флот Бирюзовые приливы Какие названия-то Романтические Так, вот опять тут куча зданий, которые потребляют еду Честно говоря, в большом количестве Я уже их опасаюсь строить Пока подождем Потому что я не считаю Скажу вам честно, я не считаю Сколько там потребляют они Пищи Сколько дают у нас строения, которые Ее производят На глаз все это делаю Мне кажется, что еды сейчас будет гораздо больше, чем Потребление То есть излишки, избыток Налицо Слушайте, да вы возьмете этот город, ты или нет Я скоро уже вас сам проатакую в стране Испании И Египет Слоу-покевы Слоу-почные У нас нераспределенные очки опыта у одного из агентов Делаем ход Делаем ход И после этого хода я обязательно посмотрю, что у нас там происходит По Дипломатии На дипломатическом фронте На котором идет своя Война Так, вижу, что К Арфагену идет армия И Гадире прошло две армии Плюс там одна уже осаждает Соседний город Соседний город Восстание Истар Так, это плохо Опять куча повышенных рангов Кстати Именно у Истра Появились у нас восставшие гарнизончики Здесь довольно таки слабые Следующим ходом они теоретически Уже смогут проатковать Но мы в принципе добрались до них же армии Захожу я в город По традиции подождем пока они там наберут силы Восполним до ноля Здесь общественный порядок восстановим И проатакуем их Почему бы и нет Так, количество батонов у нас сокращается И продолжают на здания строиться Которые опять же подрывают Нашу пищу Поэтому очень-очень аккуратно С мясными припасами Съясными Вы посмотрите Они до сих пор не могут взять Пустой город В котором нет гарнизона Вы че, издеваетесь что ли? Сколько же ходов прошло А Тингиз так и не пал Такое ощущение, что у Египта сломали все лестницы И все осадные машины у них разобрали по частям То ли они ждут еще Две армии, чтобы его проатковать Пустой город Я не знаю Я не понимаю, хитрый план Но да ладно Может быть я просто слишком убог Для того, чтобы разобраться в стратегии компа В невероятной Так, разлад Встрекательства мне это не нужно Вот манипуляция пригодится Сделаем ход Думаю, что сражений уже в этой серии Больше не будет Хватит одного боя за Лилибей Он был довольно интересный Хотя и сложным его не назовешь Ну так Я подвел просто две армии Своевременно позаботился О тылах, о резервах И Поэтому у Египта не было шансов Но и они нас могут подкараулить Рано или поздно, да, они отходят к Арфагену Отступают Как чувствует, что мы собираемся Четырьмя армиями на него напасть? Слушайте, Сиракуза Не хочу я воевать со Спарты Отстаньте вы от меня У вас был шанс Давным-давно уже Покончить с ними Вы себе нахватали кучу врагов Не смогли распланировать свою дипломатию И не смогли распланировать Свою экономику Свою военную составляющую И при этом просить у меня еще помощи Шли-ка мы подальше Вы просто свили все свои силы Все свои ресурсы Буквально за каких-то 20 ходов Распылили их полностью Шантаж Шантаж мы точно не будем Локализовывать В принципе, я готов Я готов выступить На бой с Египтом Долго я ждал этого момента Уже на их территории И мы выплываем Карфаген ждет нас Вы готовы к настоящим схваткам? Далой оборону Только нападение О, Бертураба Смотрите-ка В Гранд Фифафто играет Пять Он предал Вархаммеру Вы представляете? Что творит И до сих пор Они не взяли Тингис Я смогу сюда вообще перейти? Я, в принципе, смогу перейти сюда И разбить их армию И освободить город И освободить город Сиракузов Незадачливых Может быть Попробуем еще раз Повоевать с ними? Как вы считаете? Ребят Девчата Спасем их Долго осаждали И в итоге решили А нафиг нам это надо? Давайте-ка мы отступим Самое смешное, что я до них не достану Но они вряд ли смогут обойти нас И добраться до Гадиры О, так у них еще и вторая армия подошла А сейчас может быть очень такой солидный бой На открытом пространстве Тут еще не факт, что мы сумеем их Одолеть Так, что у нас тут в Гадире с гарнизоном? Повысился он Незначительно Пять когорт легионеров Две когорты авокатов Вигилы, Плебсы, Левисы В принципе мы можем еще увеличить гарнизон Но потребуется пища Ладно Это в принципе ключевой город опорный Поэтому здесь нужно именно гарнизоны увеличивать Наши армии могут разбить, но Гарнизон по крайней мере сдержит Наступление вражеских сил Эти агенты, которых мы с собой взяли Они в принципе пригодятся На вражеской территории очень сильно Во-первых, обезопасит армия от вражеских атак Вражеских агентов Во-вторых, смогут с ними разобраться Они уже прокачаны Если будет какая-то критическая ситуация Ну и сейчас, наверное, будет бой между двумя армиями у Гадиры У Тингиса И плюс атака Карфагена Мы можем проатковать с моря Можем проатковать в принципе уже с суши, высадившись Так, они, по-моему, сами нас решили проатковать или нет? Нет, по-моему, все-таки они отступают Даже флот покинул Карфаген То есть они прекрасно понимают, что против четырех армий не устоять И отходят глубже на своей территории И стягивают силу в один кулак У них нет уже такого выбора, как у Афины, у Спарты То есть мы непосредственно вторгаемся в их владения, где находится их армия Бежать некуда, им придется драться Дипломатия, в принципе, посмотрел на ходе Сиракузов, когда они предлагали нам атаковать Спарту Воюем мы только с Египтом, с рабами Поэтому Афин пока остерегаться не стоит Так, снова у нас повышение ранга Так, мы сможем ли вообще сюда высадиться? Карфаген, по всей видимости, можно отковать Исключительно с моря Да нет, здесь мы смогли высадиться Ну и можем заблокировать, в принципе И со стороны их моря Ну, я думаю, что бой проводить в реальном времени здесь смысла особого нет Потому что армии-то нет Шанс будет около 90% Возможно, они пытаются Карфагена еще и сами проатаковать Даже будет 95% на победу Поэтому авторасчет Да, 95% на победу Смысл сражаться с гарнизоном Если нет там основной армии Ну вот, замечательно Справились Карфаген Наш и сейчас Я высаживаю сюда все свои армии Именно отсюда мы пойдем Атаковать дальше Тапсос Как только возьмем этот город Все перестроим Наладим опять же Экономику Общественный порядок И пойдем Далее Да, не общись не сону Мне не нужно Казармы Казармы легиона Гарнизон вспомогательных войск Расценки 10% Минус 10% наемников Ну, мне нужны есть регулярные войска Поэтому Не будем этим заниматься Колизей Общественный порядок Плюс 12 Но пища потребляет зато Минус 8 Либо цирк можно построить Еще больше даст Плюс 30 сразу Общественный порядок Заход Значительный доход Возрастает Влияние культуры Пища Минус 8 Но стоит довольно прилично Кому интересно Останавливайте Читайте Информацию Новое здание По-моему, нигде Я его еще не строил Египет очень развитая Однако держава Да, вот их армии подходят Вряд ли они будут Четыре армии штурмовать Когда мы распылимся Тогда они проатакуют Что у нас здесь? Опять они, кстати, осаждают Тингис Никак не отстанут Но сейчас им уже не убежать от нас Будем драться Ууу, как у них ослабольна армия-то Разобьем тоже на авторасчете Смысл проводить такой бой 96% на победу И мы освобождаем Тингис Вражеской экспансии Живите, Сиракуза И радуйтесь И помните добрым словом Римские легионы Которые спасли вашу Трусливую, глупую задницу Что ж, еще одна армия Но Египет растянул их Он совершает, в принципе, ту же ошибку Что и совершали в свое время Афины Но очень большая территория Поэтому контролировать ему ее не удастся По всем направлениям А сейчас мы его разобьем по частям То есть две армии входят в страны Испании Сейчас мы пойдем на него на восток нападать И будем смыкать кольцо Двумя армиями Пойдем на запад Ну и две оставим около Карфагена И Тапсуса Для того, чтобы они защищали эти города Вот такой вот план На ближайшее время А на этом серии предлагаю закончить Если она вам понравилась Не забывайте поставить лайк Подписывайтесь на канал Если еще не подписаны Оставляйте свои комментарии На сегодня все С вами был Крестоносец И его легионы Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok